Наша школа разработала очень интересный проект, который тоже называется «Экологическая тропа». Только эта экологическая тропа не на какой-то охраняемой территории, а то, о чем вы говорили, это прямо на территории школы проходит. Ну, в принципе, это пилотный проект. Дело в том, что разработан он был два года назад, и тут началось объединение разных школ, детских садов и все остальное. И для того, чтобы реализовать этот проект, соответственно, нужны какие-то финансовые вложения. Я хочу спросить, есть ли какая-то акция, но я уже услышала, что какая-то там, ну, «Твор за окном» или как это называется, да? Акция «Миллион деревьев». Или «Миллион деревьев». В принципе, конечно, это необходимы информационные стенды, да, это необходимо какое-то, соответственно, покрытие. Даже вот это предложение великолепное о вертикальном озеленении той же ограды, мы, конечно, обязательно в этом примем участие. Вот я хочу спросить, мы можем подать какую-то заявку или рассчитывать на какую-то финансовую помощь, для того, чтобы нам эту экологическую тропу сделать прямо на территории школы и детских садов? Наша школа объединила 7 детских садов и 3 здания школы. Да, можете обратитесь. Хорошо, это им, конечно, еще попробуем поучаствовать в проекте, в экопроекте. Может быть, мы его выиграем. Второй вопрос. Ну вот, по долгой службы, по работе, вернее, я часто была в этом центре Воробьевы горы, и на одном из последних семинаров было предложено поучаствовать в мониторинге водных ресурсов. Это такая международная акция. Вот у нас давно есть готовый проект, и мы готовы в нем участвовать, и даже выслали на почту согласие в участие в этом проекте, но, к сожалению, нам не ответил экоцентр Воробьевы горы. Не могли бы вы сказать, кому можно обратиться непосредственно вот по участию в этой международной акции мониторинг водных ресурсов? Я думаю, сейчас руководитель нам ответит. Я тогда после встречи, наверное, спасибо. Хорошо, ответьте всем, чтобы все слышали. По поводу, я вам расскажу, у нас есть такое выставленное учреждение, это эго-мониторинг. У нас шикарная лаборатория, наверное, одна из лучших в мире. По крайней мере, точно лучше, чем в Лондоне, Нью-Йорке и Парижа, она оборудована. Мы проводим исследование по 400 компонентов, по 400 элементов. И в том числе, конечно, водные объекты мы тоже занимаемся их мониторингом. У нас есть судно Экопатрой, которое сейчас навигация провалится, но в режиме реального времени. Трунирует акваторию Москвы реки, малых рек и производит замеры. В принципе, можно договориться и, наверное, на базе вот. Просто, к сожалению, Экопатрой, такой довольно-таки специализированное судно, оно не предусматривает присутствие большого количества детей. Но какие-то вот, скажем так, маленькие группы, 20 человек-хлотников с учительами, я думаю, вполне реально. Хотя бы один раз просто посмотреть экскурсионно, да, как это работает, чем занимаются наши специалисты. Мы тоже готовы такие дни открытых дверей проводить, для того, чтобы показывать, чем вы занимаетесь. Мы просто регулярно готовы мониторить, тем более, что мы находимся рядом с Левым Гором. У нас и набережная, у нас в районе, то есть везде и еще это можно взять объекты. Это, я хотел сказать, о экоцентре, если вы знаете, такой экосистемы, руководить которой является бухгалтер. Потому что наша школа по три раза туда выезжает на протяжении многих лет. И тогда вопрос, кстати, сразу по этой системе. Вы оказываете какую-то поддержку именно этому взяду? По какой-то оказываем, но, скажем так, наверное, не совсем значительно. Я еще бы предложил, если у вас своей лабораторной базы в школе наверняка же нет, да, по ней, наверное, перенесных и нет. Это такой переносной есть, вот, чемоданчик такой, но больше ничего. Ну, это экспресс-анализ, да? Мы можем предположить, что, допустим, мы научим вас брать пробы ваших детей, они будут мониторить, а, скажем так, сдавать нам лабораторию, и мы будем в режим реального времени, в течение недели, вас знакомить с тем или иным, с результатами тех или иных анализов, принимать меры, если это, конечно, будет возможно. Будете еще? Продолжение следует...